Как-то раз я проснулся утром и осознал, что пора идти в шахту. Мне это было очень странно. До этого дня я редко ходил в шахты. Я больше наслаждался жизнью, смотрел на прекрасный мир с балкона моего дома. Но сегодня я решил, несмотря ни на что, я пойду в шахту. Я включил свет и потом сразу же принялся за поиски брони моего деда. Я не помнил, где она лежала. Я подошел к сундуку, открыл его и воскликнул. Вот она! Это была старая, но еще очень хорошая броня моего деда. Тут же быстро оделся, взял в руку меч, подумал и решил, что надо взять покушать с собой пещеру. Мало ли что там может произойти. И тут же я решил отправиться к своей железной дороге, чтобы поехать в шахту. Когда я подошел, я поздоровался со своими коровами, покормил их. После чего я подумал, а стоит ли? Но мысли в моей голове, что надо идти в шахту, перебили все нежелание туда направляться. Итак, я взял вагонетку, поставил ее на рельсы и тут же отправился в шахту. Мой путь был очень красивый. Это было раннее утро. И вот я прибыл к подходу к шахте. Я решил долго не ждать и пошел внутрь. Там было очень темно. Я взял факелы и поставил его на стену. После чего я решил осмотреться. И увидел бежащего из темноты на меня крипера. Я принял бой. Он был очень сложный. Но я победил. Я шел дальше и дальше. В пещеру. Там было темно и сыро. Я расставлял факела по дороге. Тут я увидел хороший по всем меркам камень. Квадратный и без трещин. Потянулся за ним. Взял свою кирку. И что-то толкнуло меня. И я упал вниз. Там меня ждали монстры. Я быстро взял камень. И выбрался из той дырки. Путь был не очень простым. Я пошел дальше вниз. Там меня ждал какой-то свет. Странный свет. От который манил меня. И это были алмазы. И опять крипер. Он выпрыгнул на меня из ниоткуда. В этот раз у меня не получилось победить его. После того, как я немножко оклемался от взрыва, я пошел к алмазам. И добыл все алмазы. Некоторое время спустя, когда я уже возвращался домой. Мой дом взорвал крипер. Вместе со мной и моими алмазами. Я решил заделать дом. Поставил новую кровать. И на следующий день решил отомстить этим тварям за броню моего деда и за алмазы. Итак, на следующее утро я взял когда-то забытую броню моего отца. Она была великолепной. Эта броня была кожаная. Броня всадника. Она была настолько легкой. Настолько маневренной. И настолько хорошо защищала. Я взял ее, взял опять меч, взял лук и стрелы. И решил отправиться на ту станцию, где в прошлый раз меня убил крипер. Я выхожу из дома. Сад весь разбитый. Я сажусь в вагонетку. И отправляюсь в путь. Какая-то овца мешается мне проехать. И вот я прибываю на станцию к кещере. Я бегу вниз в пещеру. Я не стал долго ждать или что-то делать. И сразу же меня встречают толпа криперов. Я взял лук и начал отстреливаться от них. Один крипер, два крипера. По-моему, три. Еще четвертый крипер. Я побеждаю. Да, некоторые из них взрываются. Но все-таки я побеждаю. Поэтому я иду еще глубже. Ставлю факел и нахожу очень много алмазов. Я добываю все алмазы. Один, два, три, четыре. Я сбился с счету под конец, сколько у меня было алмазов. После чего я решил долго не ждать и отправиться домой. Чтобы почти вспомнить своего деда и сделать ради него новую алмазную броню. По дороге домой, когда я шел из шахты, я натыкался на новые и новые месторождения алмазов. Я начал собирать их, несмотря ни на что. Их было очень много. Я собирал очень много алмазов. И мне хватило их на полную броню для меня. И даже сделал запасные штаны. Их было очень много. На следующий день я проснулся и понял, что жизнь намного лучше, чем она была раньше. На этом моя история подходит к концу. Не повторяйте моих ошибок. Берите с собой больше еды.